Эй, ха-ха-ха, всем привет, блядь, с вами Дава снова, и сегодня у нас такой будет партнерский обзор на линейку Bouta Fusion, и я расскажу, что это за линейка, в чем ее отличие от других линеек, и немного разберемся со вкусами, и, конечно же, забьем чашечку. Так вот, что хочу сказать, сразу не обращайте внимания на голос, я немного приболел, и давайте, собственно, начнем. У меня сейчас здесь на столе лежат почти все вкусы, почти все вкусы новой Bouta из линейки Fusion, то есть, почему это новая Bouta, потому что недавно я был в Баку, и там, собственно, прокуривал все эти новые вкусы, но это не значит, что табак сделан в Азербайджане. Так вот, сейчас все эти вкусы появились уже в России, то есть, это новая линейка, которую немного доработали, где-то изменили, что-то где-то добавили, да? Есть у Bouta вообще три линейки, давайте поговорим о каждой. Есть Bouta Classic, это стандартная Bouta, то есть, да, стандартные вкусы, стандартная крепость и стандартная ароматика. Есть Bouta DarkLine, это более покрепче, но относительно слова крепче, тут нужно немного понимать, да не значит, что это Bouta DarkLine за 70-80 рублей будет крепче, чем Tanjiro's, либо DarkSide. Нет, для своего сегмента в своем диапазоне она будет являться самой крепкой, то есть, самой крепкой из доступных в данном ценовом сегменте. Что касается Bouta Fusion, Bouta Fusion это более ароматическая линейка, ну, блять, как сказать, в той линейке, в которой увеличили изначально ароматику, то есть, никогда просто ее подкрутили и ебнули больше ароматики в канистру, да, в котел. Нет, тут больше грамотная проработочка, они где-то добавили, где-то убавили, где-то выровняли, то есть, здесь большой упор во Fusion шел именно на насыщенность вкуса, на натуральность вкуса. Так вот, что касается новой Bouta и старой Bouta, тут-то нужно немного разбираться в том, что первый блин комом, то есть, многие производители сейчас учатся на своих ошибках, возьмем даже Matt Peer. Ихний первый выход на Джон Кальяна Christmas Sale с ихним продуктом, в принципе, никому не понравился, потому что все ожидали другого. Ребята шагнулись, сделали отдачу, отдали все это людям, люди прокурили, сделали дегустации, получили фидбэк, изменили продукты, скоро, возможно, мы увидим новый Matt Peer, тот, который, возможно, нам понравится, а может и нет, так что выпуск все равно будет на канале. Так вот, идем дальше. То же самое и с Bouta, то есть, люди дали, люди покурили, люди дали фидбэк, производители учли, изменили и выпустили новую Bouta. Что в ней сейчас сделано? Лучший табачный лист, более внимательная технология и обработка листа, соответственно, большее внимание на ароматику, очень много было фокус-групп, мероприятий, где прокуривали этот табак. И, соответственно, сделали так, как хотелось всем. Цветовая палитра, вкусы, их очень много. На многие вкусы я смотрю и не понимаю, и думаю, ну, бля, нахуя они вообще нужны? Да, то есть, большая проблема российского рынка, это то, что все хотят все, блядь. Ореховое масло, блядь. Всякий там запах менструации старой бабки. Вкус соплей, слюней, кирпичей, да, креветок, рыбы, хлеба, ржаного хлеба, томаты, огурцы. Рынок России просто с ума сходит по этой всей хуйне. И общаясь с многими производителями, они говорят о том, что российский рынок, блядь, самый ебанутый. Нам гораздо проще работать с Америкой, потому что там есть, блядь, стандартных 20-17 вкусов, вот они с ними и работаем. А тут же, блядь, вот вы можете сделать, блядь, вкус спермы, да, там, блядь, такую прям солененькую, как бы, да. То есть, производитель на него смотрит, да, чувак, ты, походу, блядь, вкус спермы знаешь. К сожалению, мы, блядь, не можем сделать, потому что мы ее не пробовали ему, блядь, мы не спермоглоты, да. И поэтому постоянно какие-то новые вкусы, новые вкусы. Давайте разбирать, что мы сейчас забьем, и, собственно, потом продолжим уже разбирать каждый вкус, пока наша чашечка будет греться. Так, наша чашечка готова, я забил немного маракуйи и большую часть айс-страубери, это, наверное, вкусы, которые больше всего мне понравились в этой линейке. Сейчас все мы это загрузим вот сюда, на наш кальян Маклауд. Вот, поставим колпачком, и, собственно, будем все это греть. Давайте теперь будем разбирать по вкусам айс-страубери, как бы ни казалось, она не такая прям айсовая. Но при этом клубника здесь максимально молочная, и это очень круто, такая молочная йогуртовая клубника. Маракуйя больше похожа именно на оригинальный вкус маракуйи, оригинальный, настоящий вкус, органический вкус ебаной маракуйи. Так, идем дальше, айс-кола, все эти вкусы я прокуривал, причем на каждый вкус по одному кальяну, и это было дико сложно. Айс-кола, она была мне не совсем понятна, это не то, чтобы та самая кола, потому что у многих восприятие колы разное. Я, допустим, хочу запах реально обычной кока-колы, а не этих мишек кока-кольных, вот этих желешек, да? Здесь же это желешные такие, желешная кока-кола с мятой. Каракат-чай, то есть кто знает, что такое каракат-чай, это такой фруктовый, какой-то непонятный чай. Очень сладкий, но мне вот чайные вкусы после, наверное, нахлой Эрл Грея, которые я, в принципе, не очень сильно люблю, но вот они для меня вот остаются как бы топом. Спайси Ориентал, это не то, что многие думают, что Спайси Ориентал, там Спайси, Спайси Чай, это что-то типа Пан Раса, Пан Масалы и Спайс Чай от Фумари. Нет, это совсем другое, здесь, наверное, больше играет роль сама пряность, то есть добавлять это, вот, если гость приходит, бля, хочу клубничную, хочу, хочу пряную клубнику. Хуяришь клубнику и хуяришь Ориентал Спайси, да, то есть и будет все заебок. Блю Мелон, голубая дыня, я всегда не понимал, что такое голубая дыня, существует ли она вообще в реальности, чтобы ее попробовать и сравнить с каким-то вкусом, потому что Блю Мелон есть у многих производителей, в том числе даже когда-то в далеком 2013 году он появился у Старбаза. Это такая какая-то дыня, больше похожа на дыню-колхозницу, знаете, обычную российскую дыню. А, чоколад-минт, то есть мне очень нравится чоколад-минт, как бы здесь тоже он очень прикольный, в прикольном исполнении, такой шоколадный, мятный и он очень похож на нахловский чоку-минт. Идем дальше, это у нас банана-милкшейк, у меня их два. Банана-милкшейк, да, это банан с молоком и все, как бы банан здесь приятный, не ацетоновый, плюс молочко приятное и вроде курица как бы хорошо. Я никогда не понимал вкус факхофины. Факххина. Факххина. Я никогда не понимал этот вкус и что вообще за этим... Я даже его не открывал. Что за этим вкусом, собственно, стоит? Что-то лимонное, непонятно, надо побольше почитать про этот вкус вообще, что это такое. Так, как вы, наверное, уже заметили, что в отличие от других линеек буты, то у фьюжена они такие все максимально яркие, симпатичные и спутать их довольно-таки сложно. Хазлнат, то есть орехи, да, то есть вся эта хуйня. Здесь это реальный, сука, нац. Реальный, блядь, реальная шоколадка нац. И даже когда ты ее куришь, то вкус остается очень долго и потом даже приходится пару раз промывать ебаный кальян, блядь, потому что вкус жестко садится на шахту. Эрл Грей. Эрл Грей, не знаю, здесь больше бергамот с лимоном. Очень-очень так крепко, очень крепко заваренный, плюс еще добавили, наверное, чабреца в этот вкус. Так, личи, коктейль, но личи ни у кого нормального нет. То есть никто не может сделать нормальный охуенный личи. Никто. Ни у одного производителя еще не курил личи, чтобы личи было прям лич. Ну, хотя бы, блядь, похожее наличие, яркий такой охуенный вкус. Пряный персик топ. Ну, кто будет покупать, не будет покупать. Вы знаете, что пряный. Кокос. Кокос. Кокос слабоватый, по ароматике немного непонятный. То есть больше именно кокосовое молочко, я бы назвал так. Что такое американский пирог? Что такое вообще африканский пирог? Что такое японский пирог, российский пирог? Что это за вкусы и кто их, блядь, придумывает? Я понимаю, что всю эту движуху начала не будто, а будто их делать, потому что, блядь, есть спрос на эти вкусы. А если есть спрос, значит, будет и предложение. Максимальная кондитерка довольно-таки приторная, приторная. Минт, айсминт. То есть есть минт, есть айс. А это айсминт. То есть мятно-мятно-мятно холодный вкус. Он реально очень холодный и больше похож на орбит от нахлы. То есть либо на мизовскую нахлу. А ананас. Он еще и холодный. Ананас вот мне вот здесь вообще крайне не нравится. Я прям чувствую, как у меня от него начинает болеть голова. Так, что у нас здесь осталось? Айс. Просто айс. А замена суперновая. Апачи. А, суперфрозена. На ура. Заменяет просто круто. А пряная груша, она здесь как бы, ну, не ацетоновая. Я почему-то так, блядь, хорошо и быстро рассказываю. Потому что я это все перекурил. Мне это, блядь, все снилось ночью, как я сижу, эти кальяны прокуриваю. Ах, свежая груша довольно-таки очень приятная. Вельвет Скай. Вельветовое небо. Что это? Что? Ребят, давайте будем по-честному, да? Вельвет Скай. Вельвет Скай. Снизу пишите, что это за вкус Вельвет Скай. Из чего он состоит? Голубика, не голубика. А знаете, почему многие это не пишут? Потому что, блядь, как вам рассказать? Допустим, давайте возьмем, например, других производителей. Вот у них есть огромная просто куча ароматизаторов. Они видят, что какие-то ароматизаторы проливаются очень хорошо, а другие застаиваются. Они берут из застоявшихся ароматизаторов, все быстренько в одну бочку загребают, мешают, нюхают. Бля, охуенно! Давай назовем это как-нибудь закатно-дреутовым, да? Банан и мелкшей пробовали, а Хазелну тоже. И черный персик. Черный персик – это очень ароматический такой ароматный персик, выше, чем даже есть. В принципе, все. Разобрались по вкусам. Каждый вкус пронюхали. Каждый вкус я еще и прокурил. Так что давайте сейчас взорвем наш Маклауд и посмотрим, что у нас получилось. Я предупреждаю, я болею. Возможно, первая тяга будет для меня дико тяжелой. Греется все достаточно хорошо. По ароматике. Очень свежая ароматика. Есть теплые вкусы, да? Теплые табаки. Они немного приторные. Такие какие-то теплые, не совсем приятные. То вот новая бута, она как будто какая-то свежая. Ее приятно курить. Она такая вот... Ну, блядь, как вам объяснить? Я не знаю. По дымности стало куда дымнее, куда приятнее. И вот сейчас реально бута, блядь, она стала немного хорошая. И это не потому, что сейчас у меня идет партнерский обзор, а потому, что реально как бы ее можно курить. Но, как мы знаем, каждому свое. Все фломастеры разные, на вкус и цвет они тоже разные. Поэтому, если хотите понять, нравится ли вам бута или нет, перед тем, как садиться на этот табак и прокуривать его дома, то совсем скоро у нас уже кальянная выставка, которая будет проходить в Санкт-Петербурге 11 и 10 числа. Там будет большой стенд буты, где можно прокурить абсолютно все линейки. В том числе и линейку Fusion. Будет стенд находиться под номером 4C. Так что я вас там буду ждать, потому что именно на этом стенде будут продаваться мои чаши. Davo Balls. И у меня сейчас там идет пиздатый конкурс до 5 марта, где можно выцепить дохуя табака. И, конечно же, выцепить чашку Davo Balls, лишь просто ее выиграв до начала выставки. Запизделся, так что горло пересохло. По ароматике, как я и говорил, она стала немного насыщеннее, немного больше. То есть ее стало намного больше и она стала немного плотнее. Поэтому, если вы все-таки решите отказаться от чего-то и попробовать просто буту, то будет очень прикольно. Табак реально хороший и ребята реально стараются, чтобы хоть как-то угодить российскому рынку. И самое главное, они работают по правилам российского рынка. То есть не они накручивают вам, что нужно курить и как нужно курить, а вы им фидбэком даете обратный ответ. И они подстраиваются под ваши предпочтения, под вашу ароматику, под ваши желания. Так что это будто фьюжн. Всех будем ждать на Huka Club Show Stand 4C. Так что там увидимся. Всем пока, ставь лайки и пиши комментарии, нравится тебе будто или не нравится тебе будто.